это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня дубликат бесценного груза сегодня губернатор вручил паспорта 22 юным рязанцам правила охоты за что и кого теперь будут штрафовать в лесу муралы из венесуэлы как южноамериканский художник делает рязань ярче сегодня губернатор павел молков вручил 22 новеньких паспорта юным рязанцам все они из общероссийского движения первых на торжественном мероприятии губернатор рязанской области произнес слова напутствия отличники активисты участники социально важных проектов на верность россии присягнули сегодня 22 пусть и юных но теперь уже полноценных гражданина страны вместе со своим главным документом ребята получили в подарок конституцию россии и памятные сувениры от движения первых россия это наша общая родина рязанская область это наш дом это наш родной край и я не сомневаюсь что вы постарайтесь сделать нашу родину еще лучше сильнее благополучнее во всем уже сейчас на самом деле каждый из вас носит свой серьезный вклад губернатор рязанской области павел молков в своем напутственном слове пожелал школьникам успехов в новом учебном году кстати такой вот торжественное вручение паспортов проходит в разных регионах нашей страны мы граждане россии проект движения первых по мнению активистов мероприятие призвано сформировать чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства у подрастающего поколения кристина бочкарева михаил лазуткин телекомпания город у себя в телеграм-канале павел молков выложил ролик об отправке гуманитарного груза в херсонскую область 1 сентября по всей стране школьники сядут за парты и начнут новый учебный год важно чтобы ребята с наших подшипных территорий получали знания в комфортных условиях написал губернатор рязанской области в херсонскую область направили холодильники электрические плиты и другое оборудование заместитель министра образования регион александр лощинин самом ролике уточнил предназначение груза правительство рязанской области совместно с министерством образования проводит активную работу для того чтобы учебный год стартовал штатного режиме на всей территории страны сегодня мы отправляем шефскую помощь для территории херсонской области она включает себя символы государственные символика стенды для школьных пространств который рассказывает о всех тех возможностях которые могут получить ребята и молодежь на территории россии ну и конечно же это оборудование для пищеблоков для того чтобы обеспечить качественное сопровождение образовательного процесса я надеюсь что те усилия которые мы прилагаем позволят повысить качество образования на наших подшипных территориях отделение социального фунда россии по рязанской области 1 сентября досрочно перечислить ряд социальных детских пособий за август об этом сообщает пресс-служба организации на родительские счета в кредитных организациях поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям выплата в связи с рождением первого ребенка до трех лет пособие на ребенка военнослужащего по призыву пособие на детей от 8 до 17 лет фонды акцентируют внимание на то что деньги будут перечислять в течение всего дня если средства не поступили на счет утром то нужно дождаться зачисления до окончания дня если в качестве способа доставки выплаты выбрана почта россии то ежемесячные пособия доставят до 25 числа в зависимости от графика работы отделения самый разгар осенней охоты и это время проверить насколько рязанские охотники законопослушные инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы управления росгвардии по рязанской области подвели и то в итоге профилактического рейда осенняя охота которую они провели в период охоты на болотно-луговую дичь сезон осенней охоты долгожданное время для большого количества мужчин потому что поклонников у этого занятия с каждым годом только прибавляется друзья пригласили на охоту как бы посмотреть и понравилось начал заниматься в основном осенью охочусь потому что ну работаю не всегда получается выезжать не зимой не не по весне в основном вот осенью ждал очень открытие открытие хорошо прошло ну есть вот у нас собака тимон завод очень хорошо нам помогает чтобы подранков не оставалось достает самого старта сезона с 19 августа на территории рязанской области начались оперативно-профилактические мероприятия под условным названием осенняя охота сотрудники росгвардии совместно с представителями регионального министерства природы пользования и линейного отдела полиции ежедневно проводили рейды по охотничьим угодьям для пресечения фактов незаконной охоты и нарушений в сфере оборота оружия у охотника при себе во время охоты должны находиться следующие документы это разрешение разрешительные документы на оружие путевка охотничий билет ну соответственно оружие во время передвижения должно быть разряжено и зачехлено основные нарушения на охоте это нахождение с оружием без разрешительных документов ну либо забыли, либо их просто-напросто нет нарушение при, скажем там, передвижении то есть, как я уже говорил, оружие должно быть зачехлено независимо при себе оно, либо в автомобиле соответственно по всем этим фактам составляется административный протокол при необходимости изымается оружие составляется административный материал и с последующими санкциями по итогам рейда к административной ответственности привлечено 20 владельцев оружия сотрудники Росгвардии напоминают, что в ходе охоты запрещено применять оружие на расстоянии 200 метров от ближайшего населенного пункта стрелять при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь в дичь открывать огонь близ электропроводов по информационным знакам а также загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон запрещается ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения Наши коллеги из газеты Комсомольская правда Рязань сообщают, что руководитель печально известного полигона отходов Турлатова Валерий Диев вместе с еще двумя соратниками задержан следственными органами Эту историю с Турлатовской свалки мы уже не раз поднимали в своем эфире и, судя по всему, у нее будет логичный итог Пока что, как пишет Комсомолка, всех задержанных отправили под домашний арест с запретом совершать определенные действия Да, мера пресечения мягкая, возможно, просто по новым рекомендациям Ну или потому, что уголовное дело Следственный комитет, как заявлял губернатор Павел Малков еще в июне, уже направил в суд Следствие установило злостное нарушение, собрана доказательная база, дело передано в суд Я благодарю коллег из Следственного комитета за эту работу Дальше будем двигаться все вместе и с правоохранительными органами, и с федеральными ведомствами Процесс этот непростой, но отступать здесь категорически нельзя В деле, перед которым отступили два предыдущих губернатора, нынешний, похоже, намерен поставить твердую точку Напомним, с 2006 года собственник свалки в Турлатово сменялся более 15 раз Летом 2019 года сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Зафиксировали здесь наличие твердых коммунальных отходов 3-го и 4-го класса опасности А уже в конце августа 2019-го на территории случился пожар Руководители данной организации данные решения игнорирули, не выполняли Кроме того, они переоформили данное сооружение Заключали фиктивные сделки, якобы продавая отходы Фиктивная фирма В Москве незаконно учредили юридическое лицо Который, ну, собственник там за денежное вознаграждение фактически Не знал, что происходит Соответственно, фиктивные договора были составлены Якобы эти отходы были проданы Все эти махинации тоже легли в уголовные дела Сегодня руководителя предприятия обвиняют в злостном неисполнении Вступившего в законную силу решение суда Максимальное наказание по статье до двух лет лишения свободы На саму же территорию шлама накопителя Наложен арест, деятельность на полигоне запрещена Ну, хотя бы так А вот это новость для тех, кто часто путешествует по железной дороге С сентября вступают в силу новые правила путешествий в поездах дальнего следования Ну и, судя по всему, в споре между пассажирами верхних и нижних полок На предмет того, кто может пользоваться общим столиком Будет поставлена точка Теперь с верхнего места на нижнее можно будет спускаться трижды в день На полчаса утром и вечером и на час в обед Это будет прописано в памятке Кроме того, пассажиров, которые отказались проходить досмотр на вокзале или станции Вагон не допустят Если у паспорта или свидетельства о рождении заканчивается срок действия То при покупке билета их можно использовать еще 90 дней В поезде запретят использовать шумные аудиоколонки А также играть на музыкальных инструментах Что же касается провоза собак, то мелких особей без клетки можно будет перевозить только по правилам для крупных То есть на полу отдельного купе в намордниках с поводком и под контролем владельца Кроме того, проводники больше не смогут высаживать безбилетных пассажиров до 16 лет Их обязаны передать в руки полиции Уличный художник из Венесуэлы создал серию муралов в Рязани Хулио Линарес – художник, который создает креативные проекты в жанре паблик-арт Его работы представлены и получали награды на многочисленных выставках по всему миру В России и в частности в Рязани Хулио впервые Здесь он взял на себя благородную миссию Преобразить один из технических объектов Дашковой песочни Возле культурно-досугового центра «Октябрь» Чтобы подарить и жителям микрорайона, и горожанам в целом Кусочек яркой культуры Венесуэлы Однако и Рязань оставила свое впечатление в сердце художника В несколько дней, я думаю, что у меня появилось несколько друзей в Рязани В том числе те люди, которые хотели мне помочь на добровольных началах Это очень приятно и важно для меня О своем творчестве сам художник Говорит так Моя художественная работа включает различные практики самовыражения Граффити, мурализм, инсталляция Это позволяет экспериментировать в общественных пространствах Говорить на языке улиц В этом смысле мой поиск был направлен не только на техническое исполнение Но и на социальное взаимодействие Я исследую опыт посредничества в современном искусстве В городском пространстве возникают диалоги, противоречия, открытия За этим очень интересно наблюдать На этом у нас все еще больше новостей На нашем сайте www.gorod62.tv На наших страничках в соцсетях Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова